здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 32 уроке видеокурса лендинг пэдж для начинающих и в этом уроке у нас с вами тема это формы для вашего лендинг пэдж вот такие вот некие формы где человек может ввести имя email сообщения и нажать кнопку отправить ни один лендинг пэдж наверное не обходится без таких форм разница только в том что у некоторых формы скрыты как например вот на этом сайте у нас имеется только кнопка по клику у нас платформа то есть это тот же самый lightbox и форма вставлена в лейбокс ничего более или наоборот форма в открытом виде расположена на сайте и так давайте в adobe muse переходим в библиотеке мини приложений и у нас с вами на очереди последний библиотека мини приложений эта форма а если мы кликнем на подробный контент то в демо данных мы видим что здесь у нас много полей эта форма с более как бы развернутым детальным вариантом она редко встречается потому что чем больше полей чем больше всяких требований чтобы человек заполнил эту форму тем ниже конверсия то есть забегая вперед сразу говорю вам нужно стремиться к тому чтобы у вас было минимальный минимальное количество полей чтобы человеку не было сложно трудно и чтобы он с легкостью мог отправить заявку поэтому мы с вами будем разбирать а вот эту следующую форму простой контакт таким же образом он перетягивается на наш холст в adobe muse и давайте сначала рассмотрим настроечки а потом уже немножко изменим дизайн нашей формы по умолчанию у нас имеется три поля видите ваше имя видите ваш email ваше сообщение то есть это в принципе стандартная форма но в новой версии muse разработчики сделали так что теперь поле email можно делать необязательным его можно отключать потому что многие требуют такого контента чтобы можно было ввести только имя телефон и кнопку отправить раньше нельзя было убрать поле email теперь у нас вопросов с этим нет смотрите если мы кликнем на форму таким образом чтобы она у нас вся подсветилась пунктирной рамочкой вы уже это наверное догадываетесь то у нас есть вот такие общие настройки но если мы несколько раз будем кликать по одному полю чтобы она отдельно вот так подсветилась маркерами то здесь имеются свои настройки позже о них поговорим давайте поговорим пока об общих настройках смотрите имя формы адрес электронной почты и поле отправки смотрите имя формы вот это имя будете видеть только вы когда с вашего лендинга кто-то отправил заявку через эту форму этот email который вы вот здесь укажите соответственно здесь надо указывать свой электронный ящик вам придет письмо и имя темы будет вот то слово которое вы здесь напишите это может быть подсказка для вас если у вас очень много приходит писем с разных сайтов чтобы вы сразу поняли по заголовку откуда идет письмо то имя формы вот здесь лучше написать какое-то уникальное слово чтобы оно было связано непосредственно с этим лендингом что вы понимали сразу глядя на еще не заходя в письмо по заголовку чтобы видели откуда приходят письма для примера я с вот с этого сайта у меня сайт о заказе лендинга для вашего бизнеса у меня в заголовке вот здесь вот стоит заказ лендоса то есть я обозвал так чтобы мне было сразу понятно откуда с какого сайта идет сообщение здесь понятно здесь должен быть ваш электрон ящик кстати здесь навести мы что здесь подсказки говорится о том что через точку запятой можно перечислить несколько электронных ящиков чтобы одно письмо приходило сразу на несколько электронных ящиков если это нужно но почему-то на второй ящик всегда письмо доходит задержкой где-то в два часа не знаю чем это связано но на первый мэйл приходит сразу следующее третье поле после отправки мне очень нравится это поле потому что если мы кликнем по этому списку мы можем сюда после отправки email когда человек заполнил все поля и нажал на кнопку отправить что должно произойти дальше я обычно делаю еще одну страницу в адоб muse и на той странице я просто пишу спасибо за ваше обращение а я с вами в скором времени свяжусь или что-то в этом духе также здесь можно подставить любую какую-то страницу или файл например который вы загрузили то есть вы хотите на скачку отдать какой-то файл потому что например может быть форма быть такого содержания чтобы получить там ссылку на скачивание того или другого отправьте там email и тут же появится ссылка и вот например вот здесь вот назначить ссылку на данный файл можно прямо отсюда кликнуть по этому а тексту откроется окно загрузки информации с вашего компьютера и вы просто загрузите свой файл ну например какой-то zip архив понятно да то есть вы кликайте прямо вот по этой ссылке на файл открывается компьютер ваш выбираете ваш подготовленный архив который вы даете на скачивание и человек сможет его скачать я конечно не знаю как там дальше это все будет выглядеть я ни разу ссылку на файл таким образом не делал но я делал страницу с благодарственным письмом сейчас я на примере вам покажу как это работает допустим я зашел вот на этот сайт и хочу оставить заявку на заказ landing page сейчас смотрите внимательно что будет происходить с сайтом я кликаю по кнопке подать заявку и вписываю сюда например свое имя вписываю свой электронный ящик и вписываю какое-нибудь сообщение смотрите когда я нажимаю на кнопку отправить вы сейчас видите автоматически открывается страница заранее мною подготовленная и как раз прямо сейчас я вижу мне пришло письмо то есть это говорит о том что письма доходит хорошо без проблем и и любого содержания письмо что-то типа вот такого ваша заявка успешно отправлено я отвечу вам самое ближайшее время спасибо что выбрали меня то есть видите вот так это работает то есть это просто заранее подготовленная другая страница как готовить такие страницы я уже делал об этом урок то есть вам лишь остается здесь а выбрать ту страницу которую вы создали здесь она у вас появится как только вы ее создадите то есть дополнительные страницы все здесь отобразятся в списке и как выглядит письмо после отправки как я вам уже говорил я помечаю письма так чтобы мне было сразу понятно и вы сейчас видите заголовок отправка заказ лендоса то есть я сразу понимаю откуда пришло это письмо и в открытом виде выглядит это примерно вот так имя здесь отображается имя электронная почта это то есть почта чтобы вы могли связаться с этим человеком из его сообщения здесь также от подсвечивается внизу айпи адрес и форма с какого сайта здесь был отправлен я вижу это мой адрес также из этой мини формы мы можем сделать а достаточно большую развернутую форму кликнув вот по этим местам включая чекбоксы там где нету этих галочек да то есть нужно номер сотового телефона ставим галочку наше поле появляется здесь и все остальные поля включаются таким же образом если нужно какое-то поле убрать галочку мы снимаем также можно брать имя и мэйл также можно поля оставить но например сделать их необязательными то есть человек их может пропустить при отправке формы то есть он может заполнить необходимые поля например если вам не нужно не особо нужно там поле и мэйл как сделать поля необязательный чуть позже рассмотрим дальше пользовательские поля есть на эти одностраничный текст флажок группа переключателей многостраничный текст группа флажков то есть по плюсику мы можем сделать а достаточно мощные формы если это нужно одностраничный текст вы видите текст добавился флажок то есть эта галочка до чекбокс и радиокнопка так называемая по клику она здесь появляется многостраничный текст это такое же поле как вот здесь вот где можно написать много текста да и группа флажков и у нас еще остается здесь рекапча сейчас мы об этом позже поговорим защитный код капча смотрите что мы здесь имеем вот нам нужно например радиокнопка да что такое радиокнопка давайте сразу посмотрим в браузере отличие вот таких квадратиков вот от этих кругляшей а вот группа флажков да если здесь есть список то человек например вам нужно чтобы человек сделал какой-то выбор то человек может выбрать в таком случае сразу несколько все или одну потому что здесь может быть много таких чекбоксов то есть если нужен вам такой выбор вы выбираете группа флажков если нужно что-то типа чтоб человек мог выбрать только что-то одно тогда вы ставите так называемую радиокнопку это вот такая . то есть человек при желании не сможет выбрать больше одного то есть всегда выбирается только один пункт а вот отличие радиокнопки от чекбокса и по умолчанию видите да при наведении у нас становится все серое то есть все серое при наведении черным и у нас видно там есть такой серый текст в поле в каждом поле он сразу видно что он курсив то есть вот это все можно менять цвет курсив жирность и так далее при наведении видите дать текст сообщение меняется с курсива на обычный и так же размер всех этих текстов можно менять это очень гибкая форма также кнопка отправить полностью меняется ее дизайн как прибавлять например чекбоксы в вашем списке или радиокнопки смотрите вы выделяете вот так вот как и сейчас выделил я пунктиром только радиокнопки и у нее есть свои настройки кликаем здесь и здесь есть плюсик флажок и мы можем назначить флажков неограниченное количество также то же самое и делается с радиокнопками смотрите вот это заголовок группа флажков это подпись и и можно отключать если вам это не нужно причем это можно делать у каждого поле в отдельности и также обязательное ли это действие то есть человек может например если вам это нужно отказаться от этого выбора то есть снимем галочку и человек может не заполнять не ставить ни один чекбокс и отправлять форму думаю это понятно также и с м м лом потому что раньше это была проблема вот так выделяем и mail кликаем его настройки и снимаем галочку обязательное поле тогда и mail а можно вообще не оставлять но это не целесообразно здесь нужно тогда либо поле телефон сотовый либо поле мл чтобы вы имели связь с вашим потенциальным клиентом также есть вот напоминать если оставлено поле пустым будет подсвечено красным также подпись можно отключать и вот это еще есть чекбокс текст сообщения если галочку включаем здесь показано поле обязательное поле то есть если вам нужно об этом чтобы была подпись можно сделать и соответственно смотрите мы можем выделить каждый отдельный фрагмент и каждый отдельный фрагмент мы можем перемещать менять цвет и все что угодно то есть о дизайне мы еще поговорим также у формы здесь есть вот внизу неприметная такая рамочка пустая она вовсе не пустая если мы ее выделим там у нас есть текст этот текст практически не видно если хостинг и интернет работает нормально то здесь идут сообщения чтоб человек видел что происходит когда мы выделим этот фрагмент вот здесь вот сообщение формы вверху мы можем выбрать текст и этот текст а если кликну в два раза мы можем менять размер цвет все что угодно и заменить словам форма получена то есть это значит успешно отправлена форма немножко неправильно я считаю здесь написано можно здесь написать что-то другое ваше сообщение успешно отправлен например то есть вы прямо вот таким образом выделяете меняете и будет подставляться именно тот текст который вы здесь написали также цвет все здесь можно поменять выбираем вот здесь вот сообщение формы ошибка отправки может быть всяко не работает там хостинг и еще что-то и тогда сообщение отправится и человек увидит вот такую ошибку также этот текст мы можем менять идет отправка отправка формы да также можно заменить на свой и если кнопку делаем больше целесообразно этот текст вот так вот под кнопку поместить чтобы он где-то был внизу давайте поговорим о рекапче что такое рекапче рекапче дает защитный код чтобы вам ваш имейл не спамили то есть внизу будет некая строчка защитным кодом чтобы человеку например был лень спамить потому что там нужно носить код или чтобы боты роботы не ходили по сайту и не спами ли ваш сайт но сразу вам скажу лучше не ставить эту капчу так как это снижает конверсию потому что обычным людям обычным хорошим людям которые что-то что-то действительно хотят у вас заказать это помеха пускай лучше спам идет не обращаясь внимание все спам письма можно просто отправлять в спам в самом электронном ящике поэтому я вам не советую ставить капчу но я вам все-таки покажу как это делается здесь настройках рекапче есть два вида самая нижняя самая простая если вы не хотите заморачиваться вы ее выбираете вот это bc капча то у нас появляется в самом низу также можно ее разместить там где вам нужно появляется просто вот такой код без отправки его без правильного его написания сообщение не отправится также кстати вот красным будет так помечены те поля которые не заполнены также кстати вот в предпросмотре вы не сможете проверить капчу вы ее сделаете на вашем готовом лендинге подготовьте отправьте сайт на хостинг и только там вы сможете протестировать как работает форма то есть вот об этом я забыл сказать потому что с предпросмотров вы не сможете проверить на работоспособность вашу форму смотрите можно использовать возвращаемся капчи можно использовать обычную вот такой вот текст но если вы хотите использовать крутую капчу от google я вам покажу как это делать в музе в настройках вы сначала должны выбрать вот этот первый рэг капча тогда внизу появляется такая вот видите капча также у нее свои настройки я подниму вверх чтобы вы видели настройки у нее свои настройки смотрите но сейчас я поговорю об вот этих ключах без этого капча не будет работать обязательное поле то есть его мы не можем отключить она будет в любом случае обязательное напоминание если оставим оставлено пустым понятно будет помечено красным смотрите и вот эти вот видите иконочки здесь вот если они не нужны справка их можно отсюда отключить подпись также убирается текст сообщения если нужно то есть практически те же самые настройки и теперь что такое открытый ключ закрытый ключ переходим вот на такой сайт google slash recaptcha нам нужно получить специальные ключи но сразу я вам говорю у вас должен быть уже зарегистрирован домен на котором будет висеть ваш вот этот лендинг пейдж то есть уже должен быть домен потому что без домена это капча не будет работать рака чет привязываться к одному домену потом мы кликаем смотрите get recaptcha у меня здесь уже один сайт привязан ваши сайты все будут вот здесь наверху расположены здесь не сложно здесь подсказки есть знаете пишем название здесь помечен название домен точка ком то есть здесь ваш домен вы пишете на который у вас будет ваш лендинг пейдж дальше домен также по 1 по 1 строку здесь можно сразу одну капчу с одним и тем же ключом повесить на разные домены то есть здесь подсказка прямо в поле показаны видите без слэша без http и двоеточие просто адрес вашего домена столбик вот так перечисляем и владелец здесь ваш электронный ящик от gmail почты нужно повесить получать оповещение об этом сайте то есть тут можете снять галочку может нет и регистрация я не буду сейчас проводить регистрацию я считаю что там не возникнет сложности следующий шаг там посмотрите что нужно сделать я думаю вы там справитесь потом у вас появится такой сайт если я кликну сюда то здесь вот где кнопка ключи кликаем ключи и вот смотрите здесь вот будет ключ здесь будет секретный ключ вот эти кстати данные не нельзя никому показывать то есть вот эти данные у вас должны быть скрыты никому их не говорите то есть вы целиком тут много много цифр букв там где поле ключ вы вот так вот копируйте идете в программу adobe news заходите в настройки рекапче и вот где открытый ключ сюда вы вставляете ключ а вот здесь во втором поле секретный ключ вот так же это все копируете идем в adobe news и во втором уже поле вы вставляете закрытый ключ и нажимаете enter ваша карте будет уже работать вот я здесь ее отключаю итак теперь давайте что касается дизайна убедитесь в том что у вас здесь стоит птичка значит редактировать вместе ну здесь например смотрите вам нужно поля делать шире сразу следующее поле у меня становится таким же такого же размер как только я отпустил мышь у у первого поля смотрите также можно сделать форму скругленный у меня причем все скруглилось это очень удобно так смотрите выделяем каждое поле и вот эти подсказки мне не нужны подпись я у всех захожу в каждое поле нас в настройки каждого поля и отключаю подпись то есть мне не нужны вот эти вот сообщения у меня уже прямо в текстовом поле все написано итак вы определились размером сделали их больше смотрите не забываем здесь есть состояние целая куча можно сможете поиграться с цветом как и цвет рамки так и цвет самой заливки этого белого пространства вот это белое пространство я советую не трогать оставить белым также в принципе состояние рамок меня здесь тоже устраивает я хочу лишь поменять вот этот текст я хочу сделать его крупнее но посмотрите только так чтобы у вас текст не улез за рамки рамки ваших полей поэтому ведь я в деле одно поле и мне размер меняется во всех полях очень удобно я сделаю например 20 это много 19 потом мне не нравится курсив я иду в поле текст и вот здесь видно что зажат у меня курсив я отрубаю этот курсив и теперь у меня здесь курсива нет дальше мне нужно немножко например что было более выразительно также вот выделяю текст и ставлю черный цвет я хочу например чтобы было четко видно что здесь написано в полях также текст меняйте на свой если это необходимо дальше вот это поле с текстом я помещаю ниже потому что я выделяю кнопку и хочу ее сделать большой если вы здесь хотите выровнять либо по направляющим выравниваете либо вот по колоночной верстке делаете да здесь у меня стоит неровно сейчас принципе мне не важно я вам просто показываю делаю кнопку больше соответственно текст я меня на черный делаю его большого размера и я хочу например шрифт тоже поменять вот так вот вот таким образом потом саму кнопку я у меня уже скругление 2 я хочу 10 и цвет кнопки мне стандартном состоянии нужен желтый а при наведении мне нужен например красный другие состояния я просто удаляю давайте на этом этапе посмотрим что у нас получается вот такая симпатичная форма при наведении у нас светится рамочка а текст такой становится более серый также с тем текстом можно поработать кнопка отправить здесь у нас тоже все есть то есть это вот минимальные настройки дизайна который я сейчас произвел также очень часто делают значит подложку берем прямоугольник делаем какую-то вот такую подложку делаем скругленные края и делаем какую-нибудь заливку у нас форма наверху мы правой кнопкой мыши упорядочить на задний план то есть вот так вот очень в принципе быстро создается вот такая вот симпатичная форма я снизу немножко оставил место так красивее но тут у нас еще внизу не забывайте у нас там будет всплывать сообщение и давайте вот немножко поработаем с текстом здесь вначале у вас может быть быть сложность как например сделать и чтобы у меня текст при наведении мышки на это поле был не серым а красным например здесь у вас может возникнуть вопрос как это сделать вы просто выделяете поле чтобы он светился вот таким вот вокруг маркерами до подсветился вот в этом случае вот здесь появляется текстовое поле пустой кликаем сюда и выбираем курсор над кнопкой и сейчас вы видите что в этом первом поле мой текст стал серым это как раз показан то свойство во первых обводка кликаем по цвету берем красный потом заходим внутрь и меняем наш текст на красный и соответственно другие поля также вы без проблем можете поменять у нас немножко не получилось у меня стандартная тоже сейчас здесь горит красная но зато у нас другие поля получили смотрите при наведении рамка формы становится красным и текст становится красным видите сообщение тоже становится красным и рамкой подсвечиваться красным но если я клику в это поле у меня возвращается рамка серая и текст серый соответственно это все тоже мы можем поменять остается у нас разобраться с этим полем здесь у нас тоже стоит красный текст мы выбираем здесь пустой заходим в текст и оставляем его черным и теперь сейчас у нас все с вами хорошо вы видите у нас все черное при наведении красным красный это просто для примера я поставил также давайте поработаем с нижним текстом который освещивается когда человек отправляет форму также выделяем делаем больше если вот так в две строчки то тянем за маркера чтобы текст у нас умещался мне очень не нравится этот курсив я выделяю текст иду в текст несколько раз кликаю по курсиву у нас здесь курсив исчезает также мы можем сюда и шрифт повесить и все что угодно и повесить какой-то другой цвет то есть вот так вот форма получена да и соответственно он должен быть как-то посередине что ли также делаем так чтобы вот так вот подсветился маркерами и можно поменять другой текст то есть здесь у нас видите больше да не забываем вот этот текст тоже изменить здесь уже не получится здесь больше слов поэтому либо в две строки делаем либо крупнее смотрите сами сейчас я вам просто показываю как это все менять и идет отправка не забываем тоже вот эту текст изменить черный цвет если надо убрать курсив и соответственно размер побольше шрифт тоже вы везде используете один какой-то ну или один шрифт у каждой шрифта есть жирность там есть тонкие буквы а шрифт может быть один как вот например я использую да здесь мне подойдет этот медиум то есть я использую один шрифт ubuntu только медиум и болт жирный вот таким вот образом соответственно когда вы добавляете всевозможные чек-боксы радиокнопки дополнительные поля там тоже все поля также легко настраиваются и цвета и размер и шрифт и все 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 там меняется у вас не возникнут теперь сложности создания вот таких симпатичных форм для вашего лендинга соответственно как дело всплывающем окне думаю если вы смотрели все мои уроки у вас уже вопроса не возникнет быстренько пробегусь здесь вам нужно взять композиции lightbox lightbox переносите на сайт настраивайте и саму форму lightbox вы просто переносите вот так вот свою заготовленную форму то есть сейчас я выделил задний план вместе с формой вот так вот вы просто переносите в lightbox и тогда у вас будет эта форма только во всплывающем окне как в моем примере здесь то есть эта кнопка это просто триггер я и настроил сделал ей тень всплывает lightbox и в lightbox я разместил настроенную форму надеюсь урок для вас был полезен а мы увидимся с вами в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоб news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэдж делайте их круто